приветствую всех любителей велоконтента сегодняшний ролик для вас ребята ни разу не был я живя в москве уж 43 год будет мне 43 ни разу я не был парке ли фортово замечательно красивый парк мимо сто раз проезжал на машинах всяких а именно в самом парке ни разу не был и вот сегодня прекрасная погода за окном моим вот хочу поехать посмотреть погулять вам показать ну конечно нужно перед дальней поездкой потому что ну это как ни крути дальний час целый ехать это дальняя перед дальней поездкой нужно покушать основательно на завтрак у меня вот такая вот каша вот не знаю еще брать чернику абрикос какие тут еще есть клубника клубника малина нифига себе вот это разнообразие чтобы взять чернику да давайте я возьму с черникой но это и для глаз полезно мне как раз сейчас дальнозоркость надо на велосипеде едешь чтобы видеть хорошо что там впереди ждет нас а вот я на молочке всегда такую кашу заваривать у дыма молока многовато налил мне кажется ну ладно нормально вот короче щида каша пища наша вот такая еще у меня есть слоечка сыром аксионная щас я вот это все позавтракаю и вперед поехали вообще район лефортово замечательный стоит на берегу яуза реки недалеко от центра а еще ребята я могу смело сказать что там жизнь моя начиналась в том районе ибо девяносто шестом году было мне тогда 16 лет дядя лёша проходил практику в ресторане анна монс да не удивляйтесь у меня поварской образование я учился на повара третий разряд корочка он она до сих пор стоит шкафу и вот там как получается короче так сейчас я сейчас секунду дорогу перешел всегда когда я перехожу дорогу слайдю с велосипеда она так и по правилам положено в общем девяносто шестой год я проходил практику в ресторане анна монс что находится в районе лефортово может быть он еще открыт кстати но мы даже если открыть сегодня не пойдем в ресторан на половину куда я пойду в ресторан в кепочке вот такой там он такой шикарный был все время а вот и в общем ты учишься да у тебя год идет теория а год практики и вот практикантов нас отправляли в разные рестораны там кафешки столовые мне повезло меня отправили в ресторан анна монс конечно очень интересно было настоящий ресторан посмотрел настоящую ресторанную жизнь с шеф-поварами су-шефами там и прочими официантами в общем было очень интересно но на работу меня туда не взяли мне так и сказали мы практикантов не берем а так вообще мне арсен который мой наставник там был можно сказать он сказал лёха если ты пойдешь дальше из себя получится неплохой повар дальше я не пошел я стал газелистом три раза уже мне в глазки что самое удивительное в левый вправо и они не хотят в левый попадает какая-то черемша он видите даже приходится промаркился по-хорошему в очки солнечные одевать а есть специальные велочки они как бы и солнечные как бы не солнечные ну в общем они солнечные но не очень вела очки но я не люблю не люблю я в очках есть ты через очки смотришь как будто бы не своими глазами как будто через кинескоп какой-то как будто смотришь телевизор вот а тот живым глазом но залетела заодно прочистили расклад у меня такой вот сейчас я доезжаю до первомайской улице потом до метро семеновская потом на улицу госпитальный вал и там шерк 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 и я в лефортово прекрасном районе лефортово всем кто живет в лефортово передаю большой привет а вот измайловский картинг-клуб видите сейчас проходит какие соревнования вон там судья такое табло ну табло это у меня вместо лица дисплей дисплей на нем что-то написано циферки какие-то ну понятно какие кто то изучайте как на первом месте кто на втором бензиновые моторчики не разу и на картинге не катался всего чувак первое место занял краснокурточный молодец паренек молодец опа опа нормал видите набор проводится в детскую школу картинга вот кому интересно ребятенка дать блин если бы меня батя отдал бы в детстве в такую школу это было бы счастье реально но у меня в детстве купил дэнди это тоже было счастье молодцы родители хорошее дело там же ребята и девчата занимаются это же с детства при прививается любовь к технике уважение к технике немаловажно может и будущие победители гран-при формула-1 монако все может быть будем в них верить от души и сердца ну вот метро партизанская гостиница измайлова три секции альфа бета вега а вон там он подальше измайловский кремль ну конечно же я снимал были у меня ролики там установлено чертова колесо моего тестировали с батей зимой также есть вернисаж очень порядочный на вернисаж мы с вами сходим как-нибудь ребята так что подписывайтесь на канал чтобы не пропустить видео я еду дальше в сторону метро семеновская улица ткацкая друзья конечно ездить по улицам москвы одно удовольствие в кавычках светофор на светофоре пешеходный переход на пешеходном переходе приходится то и дело сбавлять темп вроде только разгонишься бах красный ехарный бабай благо хоть велосипед у меня не бензиновый а то бы бензин в два раза быстрее тратился тыр пыр тыр пыр опять красный ехарный бабай улице ибрагимова если он туда направо пойти будет бассейн большой большой бассейн я кстати в бассейне никогда в жизни не плавал серьезно семеновская площадь там он по левому борт но от меня по левому борту находится метро семеновская и вот торгово-развлекательный центр семеновский неплохой подземная стоянка автомобильная стоит там 100 рублей уже с первой минуты а также находится магазину кому интересно всякий игровой став фигурки игры playstation 1 с интерес магазин там так называется 1 с интерес но не бюджетная тема я вам скажу даже диски там стоит подороже чем на каком маркетплейсе то есть на 4 playstation 5 playstation 3 и прочее а вот но фигурки там классные коллекционные продаются оригинальные так что вот ну и много-много-много всего а вот в этом м видео я покупал свой первый фотоаппарат наверное первые последний когда только-только появились цифровые фотоаппараты там у них память это было ни о чем но это было круто ты мог сфоткать и загрузить сразу фотку в компьютер и все не надо не распечатывать ничего помню покупал но не сказать что он там бешеных денег стоил но прилично я на него копил потом купил где-то он дома валяется сейчас за ненадобностью может быть у мамани уже за у меня по-моему точно его нету не знаю куда пропал короче но я как фотографировал все что ни попадя ну что мы на месте не главный вход это не главный вход но ничего страшного водичку прям при входе продают было бы кстати неплохо купить три дорога нет чтоб мимо пицца 500 пятерочек проехать о за пятерочки надо велосипед привязывать а тут мимо проезжая можно купить ну что я первый раз в лефортовском парке немалый участок дороги мне пришлось велосипед просто вести но где-то нет проезда по тротуару где-то людно вот туалет кстати безвозмездный бегуньи ну правильно люди занимают спортом и мы тоже на спорте там какая-то сцена интересно дорожка такая хорошая отдельно выделенные велодорожки я не вижу пока месте пока в теннис тоже мужички он рубится кстати и так смотрю не молодые молодые в playstation рубятся опа страйк кофеенко имеется на территории это очень здорово беседка памятник архитектуры 1904 год здесь находилась любимое место отдохновения петра первого 1805 году по проекту архитектора м.ф. казакова на этом месте был воздвинут храм беседка 1 памятник императору петру первому в москве душевненько душевненько и очень классно очень здорово то что от меня этот парк велосипедной доступности сейчас конечно почти все парки благоустроены везде душевно везде кофеек везде приятно птички купаются беленькие смотрю голубок сидит он никто не трогает здесь никто не обижает их никого не бояться и правильно в дергулях зато надо бояться там охотнички охоту не приемлю вообще я рыбалка еще но куда не шло охота не моё там он рыбачок кстати что-то ловится здесь на наверное карасики ну а вот он главный вход в лефортовский парк а где-то там мой ресторан я его родственник жизнь моя здесь начиналась еще был прикол короче там же при ресторане был магазинчик кондитерские тоже и салаты и кондить ну в общем все-то и салаты и лера и пирожные и мало того что в магазинчике продавались те самые пирожные а еще вот здесь от стоял выставляли стол вот прямо здесь я сиди сидел продавал до нас практикантов нещадно в то время эксплуатировали в 90-х сидел продавал но никого вроде не обсчитывал кстати все по честно все по чесноку где-то вот то ли вот этот ход то ли следующий ресторан анамонс надо же как давно это было блин но у меня нету сейчас слез чтобы плакать и ностальгировать потому что мне всякие букашки попадали в глаза на моем пути и слезы все вытекли блин вот он он до сих пор существует ну конечно выглядит да и вход по моему так же так та же дверь может не та же нас похоже он еще существует по анамонс помнишь в девяносто шестом году алешенька алешенька практику здесь проходил у тебя салаты резал или пил пельмени а вон там он магазинчик как раз продавали всякие клеры ну продукции салаты и в том числе который я нарезал до продавались надо же блин 43 года мне вот будет в июле месяц а он существует а я теперь магазин цветов там цветы продают а раньше вот продавался там кулинария анамонсовская цветы ну ладно он какой-то плов кафе еще есть надо что зайди вот такой плов кафе плов я люблю я и сам готовлю неплохо плов вот ну что в общем поедем еще по лефортовскому парку погуляем а вот ребята рубятся в крикет сначала это бейсболга это это ну типа бейсбол но крикет короче я в этих видах спорта не разбираюсь но интересно интересная тема смотри сейчас будет разбег и раз опачка пошел 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 довольно таки далеко отбит был мяч он болельщики там стоят смотрите на той стороне футбольный стадион болеют ну то есть популярный вид спорта крикет никогда не видел уже так под палящим солнцем видите стоишь сейчас будет закидывать мячик там вратарь сбитый опа бьет и погнали я не знаю правил этой этой игры но но конечно же порядочная вот сегодня выходной видите люди играют в крикет а некоторые рюмками чокаются опачка бегать здесь надо много я понял и стоять под палящим солнцем непростой вид спорта но кто не видел мой велосипед вот он silverback два двухлетних уже два года ему полет нормально единственно что поменял я задние тормоза у меня тут стоят ободовые дисковые и не хочу когда я взял это велик мне говорили лёха ты купил прошлый век не согласен меня вполне устраивает на единстве то что я здесь поменял сидушку поставил мягкую я уже говорил но еще раз скажу поднял руль но зеркальце конечно же ездим по дорогам порой приходится и вот есть фонарик из фикса прайса такой вот велосипед такой вот крикет есть ли фортовском парке вот такой вот замечательный грот грот возведенный в честь коронации екатерины 1 но видите сейчас идет реконструкция старина-то какая да красота хотя вон там ступеньки есть можно к нему спуститься давайте попробуем нету возможности перекрыта ну ладно когда все реконструируется тогда и спустимся между прочим памятник культурного наследия да да не удивляйтесь от грот ну ладно реконструировать тоже надо правильно чук каркайте вороны каркуют а они подтверждают что говорят да действительно надо ну ладно ну вот такой вот лефортовский парк ребята ну что ребята я уже дома сходил в магазин припарковал своего железного коня давненько у нас не было рубрики что можно купить на определенную сумму в определенном магазине вот в магазин лента я забежал и все я тут приобрел на 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 945 рублей 75 копеек но сначала отрапортую по парку хороший душевный парк с прудами с кафешкой с кофем с лавочками со спортивными объектами много всяких детских площадок в общем то что надо все есть современный парк свежий воздух есть вот поиграть в теннис можно да в пинг-понг вашего хотите вот но свежий воздух конечно относительно в городе где-то свежий воздух но там же кругом деревья а деревья дают кислород вот ребят ну что же я такую купил на почти тысячу рублей в магазине лента это лепешку там у них стоит тандыр тандырная лепешка я беру его очень вкусненькие лепешки очень вкусные очень ароматные во всех смыслах просто приятный мороженое конечно хочется летом мороженец вот такой вот лентовская эскимо она хорошая мне нравится мне нравится колбаску имбирную без акции ребята я забрал ее без акции представляете но она тоже очень вкусная нарезочка куда мир катится на имбирную колбасу акции не представлена ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй барсиковое оборудование барсиковое оборудование так акционные вот такие вот это вот акция видите сырок называется пора есть сырок с ванилью пяти процентник забрал по акции по акции но я в этой рубрике конкретно не говорю что сколько стоит просто что можно купить на ну вот почти тысячу рублей так ну конечно фрукты обязательно летом жарким знойным да вообще всегда надо кушаться фрукты акционка кстати ребят нектарины очень люблю вот мне обошлось 670 и 637 грамм 8 9 рублей 17 копеек 71 рубль или акционка добрый пусть холодильнички стоит тоже пригодится когда-нибудь активе чтобы быть активным я же активный да вот велосипедным спортом занимаюсь пешокурьером бегом мне нужна активность вот такую активию забрал тоже ну и хлебушка пол батончика лепешка она очень быстро съедается просто а хлебушек на завтра ну и кусочек вот такой вот шейки 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 233 рубля свинина так пожарить вот и все и пакет тоже стоит денег вот ребята спасибо всем кто смотрел этот ролик подписывайтесь на наш канал устанавливать лайки заходите на стримы вы на канале лег хомяков лайф а стримы проходят на канале лег хомяков и также telegram есть ссылка в описании к этому видео и кто подписан на мой telegram уже знаете где я сегодня был да ребята все удачи до встречи в следующем видео всем пока пока занимайтесь так сказать активностью спортом не курите не бухайте и книжечки читайте увидимся